Итак, благодаря вашей поддержке, если вы приобретете книги, мы сможем совершать новые изыскания, новые исследования, новые путешествия, а в вашей библиотеке появятся эти интересные вещи по альтернативной истории. Да, не уточнил. Внизу под видео размещена электронная почта, по которой вы можете сделать заказ. Piranesi.tv.sobaka.gmail.com. До встречи. Да уж. Так. Так. Солнце садится. Сейчас я хочу забраться вон туда. Моя цель, если получится увидеть, что это за выборка на высоте. Давайте посмотрим. Фух, ребята. Еле отдышался. Я взобрался на такую вот высоту. Сейчас объясню, почему я полез по этим скалам через эти кусты. Там внизу вот акведук, если солнышко вы еще видите. Там внизу совершенно неизвестно. Это в глуши. Это высота 1100 метров. Это далеко от моря. Это вообще неизвестно никому королевство Олба, про которое никто не слышал. Там внизу неизвестная... Ну, такая же брошенная пустынная долина. Ну, как пустынные поля, конечно, есть. Здесь акведук огромный. Там какие-то строения. Но меня заинтересовало. За моей спиной сейчас, к счастью, еще освещено солнцем. Я вот сейчас как-то подойду, чтобы самому солнышко не... Чтобы мне оно так не слепило и видеть. Потому что у меня уже мой... Так. Записывает, записывает. Мой телефон перестал. Уже он темнит. В общем, мы сейчас видим огромную выборку. Кто я сделал на скале, я не знаю. Сейчас я поверну телефон и поменяю качество. Потому что осталось 3%. Стабилизатор уже не работает. И уже... И телефон еще и симка, флешка отказалась записывать. Поэтому давайте посмотрю, что смогу. Потому что когда я сюда заберусь. Что вообще такое? Такое же видел в Баальбеке. Сейчас поясню, о чем речь. Итак, южный камень. Под ним еще большего размера. Еще больше. Да что ж такое? Ой. Камера начала прыгать, 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 прыгать. Ну вот. Вот. Видишь, что творится? Под ним еще большего размера камень. Если у нас южный камень... Так. А мы сейчас возьмем рулетку и измерим. Держи, пожалуйста. Если у нас южный камень шириной, а ширина разнится. Он не одинаковый. Отпусти, пожалуйста. Пять. И... 6,20 уже, 6,20 уже по длине. Он точно такой же, как южный камень. А по ширине этот отделенный, уже отделенный от породы по верхней части, вряд ли там отделенный мегалит у нас, по ширине превосходит. Южный камень тоже отличается. Он двух... Две ширины у него. Изначально Андрей Юрьевич Сляров предположил, что он одинаковый и ничего подобного. Потом уже он сам же признал, что... Ну, дальнейшие исследования, измерения показали, что нижняя сторона у нас больше. Более 5 метров, 5,20, а верхняя 4,20, 4,60. Я сейчас точно не вспомню, но он немного с погрешностью отличается. Мы видели с вами в Глальбеке эти изменения. Давайте пройдем, я хоть к нему немного подойду. Ну, южный-то камень, он уже подготовлен был, да все остальные, как и вот этот, кстати, вот под нами. Никто не будет вот так аккуратно. Видите, сразу они что делают? Они выборку производят, одного этого южного камня наверху, и по нижним, внизу уже сразу готовят. Ага, вот здесь началась нормальная порода, и они готовят здесь следующий камень. Все это производство очень рациональное. Вы производите, вы находите какую-то, ну, вы выбираете, да, здесь она, она кажется бы грубая выборка. Но поймите, перфоратор тоже будет отделять такие, оставлять такие следы. И на породе от современных инструментов тоже грубые следы остаются. Но тут потом уже вот что-то еще. Итак, у нас остается под южным камнем, находится еще один камень, мы с вами выяснили сейчас, такого же размера, как южный. Рядом с ним уже подготовлен, он выдалбливается и по плоскостям сразу, и по горизонтальной, и по вертикальной. Камень еще большего размера. Здесь рядом у нас стоящие, посмотрите внимательно, мегалиты разного порядка. Сейчас вот подойду к этим, которые тоже незаслуженно никогда не замечают. Я почему не люблю упираться? Ух ты! Так они уже его откопали. Ёшкин кот! Так, это надо держать. Это не показатель. Вы видите, сейчас я спускаюсь, может быть вот тут вот даже столько, кстати, я даже не знаю, где это будет видно. Я сейчас, друзья мои, вы извините, может быть звук будет хуже. Но что нам звук, нам картинка и то понятна. Высота. Вот камень превосходящий, южный найден уже сейчас. И этот камень, по высоте он уже, ну вы видите, насколько туда уходит. Если бы я туда залез, то он еще даже не докопан. Выровнен по плоскости. То есть его реально уже готовили, брали. Вы видите удивительное совершенно действие. Гора над нами. И эту гору планировали передвигать еще больше, чем южный. Еще больше, чем камень на противоположной стене. Превосходящий. Я даже тут мерить не буду, потому что, ну хотя, ладно, сложно смерить. Вот, ну тут, вот до меня, здесь сейчас. Вот глубину примерно метра два, ну метр восемьдесят, но я же не до конца дошел. А здесь от меня еще, так, метр восемьдесят, это и метр восемьдесят три шестьдесят. Ну и еще у нас метр двадцать, три шестьдесят четыре, высоту пяти метров. Да, примерно получается вот здесь вот, да. Ну больше пяти метров, на самом деле тут не пять метров, очевидно, что здесь не пять метров. Если я сюда встану, я думаю, что вы видите, что здесь далеко не пять метров. Удивительно. Глядя наша не пропадала. Не, ну вот в нижней части, снимается, да? В нижней части вот здесь, я стою, конечно, тут не пять метров, тут еще гораздо выше. И он еще дальше не докопан. Спасибо огромное тем археологам, копателям, которые сделали нам это. Потому что мало где стараются дойти до истины, раскопать. Здесь пусть не до конца, но здесь раскопали. И мы нашли сегодня с вами, я не знаю, показывали ли, я не видел этого улаива, но я не все посмотрел. Весь объем, там, структуру, я немножко не понимаю, как они структурируют сейчас материал. То есть, мне немножко он... Я по-другому это делал, ну ладно. Вот. Я, возможно, они и показали, но мы с вами находимся у камня превышающего размерами. Я даже вес не буду его считать. Я думаю, что это 2000 тонн, если приближаясь к 2000 тонн. Удивительно. Удивительно. Да. Вообще. Ну, крупнейшие вот, я не знаю, по солнышку или вон куда он уходит. Но камень огромный. И камень был засыпан в свое время, засыпанный привычный нам глиняный. И вот, видите, глина перемешана с отходами от обработки, с обычным щебнем. Все это у нас между этими мегалитами он есть. А мы движемся к вертикальному камню, который тоже не показать не можем. Но об этом уже, друзья, в следующей серии. Не переключайтесь. Сейчас я, ну поверите, закрепляю телефон просто как-то в скалы. Сейчас попробую и попробую. Каким-то образом, ребята, не знаю, просто поставлю как-то в скалу. Прям вот размер для телефона. Чтобы показать вам, здесь вот, эхо мощное. Показать вам, насколько же по размеру. Это напоминает мне те камни с Бальбека. Те подготовленные, но не вырезанные еще. Как здесь точно так же подготовленные, но еще не вырезанные. Я не знаю, насколько качественно снимает телефон, ребят. Не могу сказать. Я не вижу себя. Я поверну, чтобы было более панорамно. Следующий, следующий. Мы находимся на высоте 1100 метров, да еще на отвесной почти скале. Кто на этой скале отделял породы хорошие, но кто отделял его здесь так, это большая загадка. Так, пойдемте посмотрим, что же у нас снялось и получилось. Хочется сказать, друзья, мы наконец-то в каменоломне Бальбека около южных камней. На самом деле это не так. Мы в королевстве Олба в Малой Азии. На высоте, не знаю какой, ну тут 1100 метров, но я имею в виду, что мы почти на отвесной скале. Вот можно, Олег, можно даже показать просто, как мы высоко забрались. Вот панораму показать нашу, да. Вон еще и Дима с Ярославом присоединяются, да. И вот перед нами тот же принцип, тот же принцип южных камней, того южного камня, который мы находим в коломне Бальбек. А именно, наклонные срезы, а здесь именно наклонные срезы. И выделение, как бы заготовок наметили, что отпиливать. Это плоские ровные срезы, это срезы следующих других, то есть предыдущих камней, такие же ровные. Если бы кто-то нарезал здесь на кубики, мы видели, ну на кубики имеется в виду на блоке, мы бы видели с вами, нарезку она всегда выделяется. Здесь же видно, что эта нарезка у нас никоим образом не выделена на отдельные сегменты. У нас идет целиковая порода. Целиковая порода. Порода именно залегает вот таким образом пластами, поэтому срезали точно так же пластами. Он заходил сюда, потом там следующая порода. Никто не выравнивал бы у нас нарочно такую стену, где-то здесь на высоте, непонятно кому зачем нужную. Это побочный эффект вот этого среза, вот этой выборки. Как дальше предполагалось это все транспортировать? Если мы предположим, что это у нас цельный блок, который отмечен у нас вот с той стороны он треснул, если мы прибудем предполагать такое, аналоги Баальбека, аналоги Южного Камня выстраивать. Потому что иначе мы бы, в противном случае, мы видели с вами распилы, и это были распилы на хорошие блоки, только каждый из них выпиливался уже под породу, и было видно, что вот здесь был блок, рядом был блок, снизу был блок. Здесь мы имеем просто плоскость, которая предполагалась, как я думаю, выделена для забора. А как, имеется ввиду, чтобы ее забрали, но как дальше должны были это транспортировать, потому что тут мы еле забрались, почти отвесная скала, руки искололи по колючкам и по отвесной этой скале. Как, что тут могли делать и как это, знать не знаю. Ну вот тут вот то же самое, как в Баальбеке. Вот видно, что здесь прошла небольшая выборка. Вот она прошла, вот здесь можно даже ближе показать. Опять эта выборка у нас идет, опять эта выборка у нас идет, вот так вот по дуге, как будто чашеобразно черпает, опять этот размер Олег, который мы знаем, около 20 сантиметров, да, размера. Вот опять тот же самый принцип, как будто здесь кто-то собирался это вычерпывать. И этот же самый, этот же самый размер у нас проходит вот вдоль всего вот этого вот очередного блока, вот он точно так же был, когда-то здесь, когда-то что-то каким-то образом изымалось, а потом снизу его просто отломили. Мы видим вот это, вот это все вследствие того, что его здесь подпилили и потом отломили. Но его срезали со всех сторон, включая полностью эту плоскость. Удивительно. Вот куда только, куда только не заберется наша, наша альтернативная исследовательская команда, канал «Забытые руины Олега», канал «Так строили Олега» и канал «Забытые руины Максима». Здесь еще Ярослав, Кристина и Дмитрий. Наша команда расширяется. Удивительно. Итак, все это же самое, ребята, я видел в Баальбеке. А именно, у нас существует в неудобнейшем месте, ну у нас, например, да, вот очередной южный камень по размеру, да, предположительно, ну, конечно, поменьше, но вот это размер, это вот очевидно, это вот очередной южный камень. У нас есть наклонные срезы, вот-вот тут даже хорошая линия прочерчена, вот его вот так вот хотели, видимо, срезать, вот так вот отделять, да. Выровненная достаточно поверхность, огромное очень пространство. На большой высоте, там внизу акведук, сильно глубок, тут вообще практически обрыв, еле я сюда забрался, поднялся. И что произошло? Что я посмотрел, зачем я сюда полез? По какой-то причине, а причина наклонных, это не для того, чтобы было удобно как-то спускать, срезать, это порода так залегает, и вот именно так блоками ее срезали. Вы отлично видите, что у нас не вырезали маленькими блоками, что виден, видны сразу срезы большой пород, хоп, уперлись, да, там тоже сразу хоп, уперлись, здесь тоже сразу взяли и прошли. Удивительное место на высоте, в затерянном просто совершенно краю. Сейчас попробую залезть и сюда. Вот, сыною просто невероятных усилий залезть сюда. Да, я вдоль этой скалы, извините, уже без микрофона, вдоль вот этого, точнее, среза. Он сейчас в эрозии, но видно, что он достаточно ровный. Я думаю, даже камера передает. Очень напоминает по размерам и по всему южный камень Баальбека. Прям вот напоминает мне. Я стоял около южного камня, около других соседних камней. Очень все напоминает вот такие заготовки, которые там находятся ниже. Сейчас, вон, видите, как далеко у нас еще это заходит. Я думаю, что он... Я думаю, что он у нас на многие метры... Я не знаю, как они должны были его, предполагали, выбивать, но выделен он. Именно вот здесь вот выделен. И вот там с той стороны выделен. То есть вот это хорошая порода, которая предполагалась каким-то образом, видимо, обрезать. Давайте еще подойдем поближе. Вот очередной... Очередная, точнее, заготовка под южный камень. Здесь заготовка была поменьше. Срезали, выровняли. А это прям мощь. Вот высоту несколько метров. Ну, тут метр, наверное, будет четыре. Тут метр три. Еще на метр добавить. Вот. Ребята внизу веселятся. Там сильно внизу. Я просто не мог не подняться. Мне очень хотелось понять, до какого же уровня у нас вообще вот это все занимает. Да, он вот до сих доходит. Здесь уже даже вот пошла... Он как будто отделен. Здесь как будто прошла трещина. Здесь дальше снова выравнивание. То есть это следующий. Здесь какой-то переход обеспечили. И вот пошли вдоль этой стены. В общем, удивительно найти. Здесь тоже выборка великолепная прошла, как вы видите. Здесь прошла выборка вот эта. Тоже пытались... Не пытались, подготовились отделять. И вот тут уже тоже сразу выровняли. И отделяли. Никто нарочно стены не равнял. Такое выравнивание могло быть обеспечено. Такое выравнивание. Вот видите, ну почти. Должно быть обеспечено только... Только вот таким вот... Ну... Не случайным, не нарочно. То есть никто нарочно выравнивать не будет. Это побочное действие среза. Друзья, три дня прошедших Баальбеки терзался. Потому что чувства не попадают к южному камню. Ну как было не заехать. Тем более сегодня, думаю, ладно, если будет погода. До этого, если вы посмотрите некоторые видео, там вообще ливень с грозой все был. А сегодня, думаю, погода будет. Ну пойдемте. Мы сейчас... Вот он. Под наклоном. Чтоб вы знали и понимали. Есть... Ну вот нам повезло невероятно. Мы сейчас в раскопках. То есть что произошло? До этого южный камень был достаточно сильно засыпан. Но здесь не только южный камень. Это в принципе каменоломня. Он был засыпан и покрыт. Сейчас, о, великая радость! Вы видите, я сейчас подойду и покажу эту террасу. Не террасу, наверное, а пласт. Вот перед нами... Вот перед нами такие пласты. Вы видите, я стою здесь сейчас около южного камня, который как будто бы находится на платформе не отделен. Таких платформ... А есть версии, что это у нас тоже заготовки для глыб, для камней мы сейчас обойдем. У нас здесь достаточно много. Вот ее размер. Вот ее... Я не говорю сейчас про великолепный южный камень. Вот огромная платформа. Платформа, которая, возможно, или считается, что должна была стать следующим камнем. Мы посмотрим следы более тщательно. Мы посмотрим его великолепнейший, но не отделенный пока что. Но сейчас я хотел еще показать вам несколько моментов. А именно... С одной стороны у нас есть вот такие крупные блоки здесь. С другой стороны, с противоположной от южного камня, у нас находится такая же точная. Еще одна платформа-заготовка. Что значит платформа-заготовка? Вот она здесь стоит. Это такой же большой... Так, я сейчас обойду. Стоим, стоим, смотрим здесь. Сейчас, например. Вот можно показать. Я сейчас обошел... Вот этот камень, он уже отделен. Отделен здесь полностью. Мы видим его отделение. Вот он здесь у нас полностью отделен. Отделен с противоположной стороны. Отделен здесь внизу. Уже выбрана порода. Подготовлена под тем же углом, что и так называемый южный камень. И вот этот камень, когда его докопают, а я надеюсь, что в другой раз посещение Баальбека, я не то что пробежался, я вот впечатлений, ты же ждешь, это же всегда такое мечта. Вот этот камень еще больше южного камня Баальбека. Вот так вот еще, если не сложно. Нет, вот сюда, вот сюда, вот встань. Вот сюда. Сможешься тут наткать? Да. Я сейчас вам, друзья, покажу еще один под южным камнем. У нас еще один мегалит. Он уже подготовлен. Под южным камнем, под вот этим великолепным южным камнем, у нас подготовлен еще один мегалит. Самый большой на самом деле мегалит. Вот он здесь. Его откопали сравнительно недавно. Следующий под южным камнем, тоже найден мегалит. То есть мы не представляем вообще масштаб. Но задумка, а еще с противоположной стороны у нас есть мегалиты, задумка мастеров, тех, кто планировал поднимать, уже пытались отделять эти камни один от другого, вы видите замечательную тему. Почему идет такой наклон? Наклон у нас идет по породе. Порода располагается хорошими слоями. Что значит вырезать вот такой камень? Вырезать еще ладно, выдолбить большой можно. Проблема в том, что если порода рыхлая или где-то есть дефекты, найти камень такого дефекта, ой, без дефектов, извините, очень сложно. Когда мы находим, если мы с вами вдруг обнаружим какую-то скалу, это не значит, что из нее можно вырезать такой мегалит. Из нее может быть маленькие кирпичики только пойдут. А здесь роскошная порода. Вот она подо мною, эта порода. Вот там я сейчас обойду, возьму камеру. А вот здесь у тебя смогу здесь камеру? Вот мы здесь у этой огромной платформы, которая не помещается в камеру, и около южных камней Баальбека. Сейчас я пойду, друзья мои, пройду и покажу вам, покажу множество этих камней вокруг, вы все это увидите. Дорогие друзья, прежде чем вы посмотрите это видео, хотел бы представить вам три своих книги. Первая книга выпущена по огромным вашим просьбам на основе папки с гравюрами Джованни Батиста Пиранези 1934 года. Туда вошли 100 гравюр, вступительная статья самого профессора Торпова, а также три статьи о эруинизме. Раста Бутакова, сибирского писателя и коллекционера, владельца этой папки. Моя, о профессоре Торпова как хранителе наследия Джованни Батиста Пиранези в России. И Надежда Владимировна Емщиковой, кандидата наук, с которой мы вместе читали лекции о Пиранезе в университете Герцена. О путях руинизма в России. Вторая книга это дневники Ивана Алексеевича Бунина, Марка Твена и мои, посвященные Бальбеку. Потому что каждый из нас, один в 19 веке как Твен, второй в 20 веке, в начале 20 века как Бунин, и я в 21 веке посетили эти удивительные руины. Книга наполнена большим количеством оригинальных фотографий середины и конца 19 века, которые отражают ту архитектурную и археологическую реальность в Бальбеке, да и во всем Ближнем Востоке и Северной Африке. И третья книга это большое, почти что 400 страниц исследования, мое большое изыскание о полигональной мегалитике здесь, на территории Малой Азии. Я изучил 25 объектов, представил вам их в виде фотографий, схем, моделей, описаний, также 360 градусов, возможности перехода на видео 360 градусов и облета сверху.